Светлана Кудрявцева 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 Ни одного я не сняла Но зато неожиданно был криминал Видимо, то, что я когда-то хотел Быть следователем Дало о себе знать Профессия журналиста Она помогает человеку Почувствовать себя В различных амплуа Можно попасть и в такую ситуацию В другую И все-таки Тема криминала Должна быть раскрыта Более полно Расскажи Были ли какие-то Случаи, может быть Неординарные Куда тебя заносило Во время того как ты работала с журналистом на Криминале? Ну, когда я работала уже не в новостях, там запустили ток-шоу «Кто за оно» называлось. Это было первое ток-шоу на провинциальном канале. Тогда только в Москве на федеральных каналах выходили ток-шоу. Мы как-то еще пробовали, не понимали до конца, как нужно работать. И у нас было несколько журналистов, которые готовили темы. То есть пока там ты готовишь, допустим, неделю у тебя есть, ты готовишь тему, в это время другое ток-шоу выходит, на другую тему. И руководитель нашей программы просто на планерках, она так садилась и говорила, так, о чем мы должны снять? Ну вот, допустим, давайте мы снимем легализацию публичных домов. За или против? Так, значит, нам нужно несколько девушек легкого поведения в студию, чтобы вот мне поручили как раз эту тему. Я думаю, так, что делать? Ну а так как я занималась криминалом, звоню знакомому полицейскому, тогда он был еще милиционером, я знала, что, ну, тогда была такая служба, они устраивали облавы ночных бабочек. И говорю, ну что, выручай, знакомь меня, мне нужно познакомиться с какой-нибудь, значит, девушкой легкого поведения, а желательно с двумя. Он говорит, так, понял, с журналистом быть непросто. Хорошо, давай в пятницу, в общем, едем в баню и заказываем ее к нам в номер. Я говорю, ну я буду с оператором. Он говорит, ну что же делать, это, понятно, излишки профессии. В общем, мы с оператором поехали в кофр, он засунул камеру, там, ну, слегка так замочек опустил, значит, чтобы снимала камера, включил, все, мы зашли, получается, с нами было двое полицейских, оператор и я. И говорим, так, нам нужно двух девчонок сюда. Владелица бани говорит, хорошо, сейчас приедут. Заходят две такие худенькие девчонки юные. И, собственно, когда там дверь-то закрывается, он им предъявляет удостоверение, говорит, ну все, я из полиции, это облава. Они там рыдают, плачут. И я говорю, так, девчонки, я не буду показывать ваши лица и показывать о вас там сюжет, говорить ваши фамилии, но мне нужно, чтобы вы пришли ко мне на ток-шоу в студию и рассказали об этом. Они говорят, как это мы придем, будем там, как на нас все будут смотреть, наши лица видны. Я говорю, ну давайте пока спецрепортаж, тогда снимем один день из жизни вот этой профессии. Ну и вы посмотрите, как это будет выглядеть, что они как-то должны же были мне доверять. Ну и все. И вот я сначала снимала с ними спецрепортаж. То есть я весь день провела с ними, и оператор, конечно, тоже. У нас так и начиналось, что, допустим, там 8 утра, там, допустим, Лейла просыпается, вот она собирается, снимаем, как она там красится, делает себе прическу, как она садится в машину, как они там ждут вызова, что она говорит, уходя, что она говорит, приходя, и так до вечера. И выдали этот спецрепортаж в эфир. Ну, они когда посмотрели, что, ну, действительно, я их не обманула, что все так, они говорят, ну, давай обсудим, но мы не очень понимаем, как мы придем на ток-шоу, потому что мы категорически не хотим, чтобы наши лица были видны. Я говорю, так, ну давайте мы какие-нибудь маски вам выдадим. Они говорят, давайте, только мы хотим красивые маски, чтобы мы там красиво эффектно смотрелись. Я позвонила в драмтеатр, говорю, дайте нам маски, объяснила им, для чего. Они говорят, ну, у нас только испековые дамы. Я говорю, ну давайте из пиковой дамы. И, конечно, все мои коллеги, до последнего никто не верил, что придут ко мне девушки легкого поведения в студию. В эфир все вышло. У девчонок лица были вот этими масками из пиковой дамы закрыты. Ну, а Бандес так просто вот сидел. Ну, она такая девушка была, прям видно было, что с очень жестким характером. Да, будни журналиста сегодня отличаются. Очень сильно отличаются. Однажды мы делали программу про НЛО. Автор программы говорит, так, давайте сделаем про инопланетян программу. Инопланетяне верите, вы не верите. И мне нужно три героя. Вика, ты будешь делать эту программу. Я думаю, как же мне делать эту программу? Ну, как вот мне что, встать на улице посреди самой и рассказать? Ребята, у кого там такая трудная судьба? Вышла на общество уфологов. Конечно, зашла с приличной точки зрения сначала. Они, говорю, вот вы можете выступить в качестве эксперта на нашем ток-шоу. Он говорит, да. Не знаю, сейчас есть такая служба или нет, но вот тогда была. Вернее, общество. Да, я могу быть экспертом, расскажу. Я говорю, ну вы сами-то верите, что есть НЛО? Ну, в смысле, верю. У нас вообще все его видели. Разумеется, как мы можем не верить, если это есть? Говорит он мне. Я говорю, ну хорошо. А может быть, вы там участвуете в каких-то совместных с инопланетянами акциях? Он говорит, в каких, например? Я говорю, ну, может быть, латаете озоновые дыры? Он говорит, так у нас половина нашего общества ездит, латает озоновые дыры. Я говорю, понятно. А нет ли у вас людей, может быть, женщин, у которых была интимная связь с инопланетянами? Он говорит, конечно, есть. И называет имя, фамилия. Но это... Я до сих пор помню имя и фамилию этой женщины. Это прям какое-то необычное имя, необычная фамилия. Ну, как-нибудь по-другому давай будем ее называть. Там, я не знаю, Роза Люксембург, например. Он говорит, да, вот она есть, и она спокойно сможет участвовать в вашем ток-шоу и рассказать об этом. Ну вот я приехала к этой женщине. Я говорю, ну расскажите, вы общались с инопланетянами? Она говорит, да, конечно, общалась. Я говорю, и что? Был случай, когда они на вас напали? Она говорит, ну, вы понимаете, да, если честно. Так это кокетливо. Говорит, вот однажды меня там они забрали на свой корабль, а когда я проснулась, я лежала на столе совершенно обнаженной. Уж не знаю, что там со мной было. Но, видимо, что-то было. Вот. Ну и также вот мужчину мне там нашли. Вот это как раз Роза помогла мне найти человека, который латает озоновые дыры по ночам. И вот так вот приходилось готовить программы. Ну вот все-таки тема, которую затронула твоя мама, когда переживала, что ты не создашь семью, или, может быть, создашь с бородатым археологом, а все-таки мамины пророчества, они оправдались. Детей-то все-таки двое. Расскажи нам немножко о себе, о том, чего мы не знаем, когда видим тебя вот такую прекрасную в кадре. Ну, на самом деле, конечно, с детьми я провожу и с семьей не так много времени, как хотелось бы. И в декретном я не была оба раза, когда рожала детей, как-то все подстраивала под работу. Ну вот удалось, повезло. И, конечно, это благодаря поддержке в том числе моей мамы, моих бабушки. И тогда еще дед мой был жив, они очень сильно мне помогли, потому что, ну, это очень здорово, когда ты оставляешь ребенка, потом уже и второго, с людьми, которым ты доверяешь, и ты знаешь, что они будут накормлены, напоены, сыты. Если они там приболели, то их вылечат. И просто звонишь там по телефону. Так, ну что, у вас там все нормально? Такие таблетки там выпили, это сделали. И, конечно, вот все эти кружки секции, это все было на моей маме, на моей бабушке, на моем деде. Муж, когда вечером освобождается после работы, значит, он собирает. Каждый вечер, когда еще дети были маленькие и сами по городу не перемещались, у меня муж звонит каждый вечер и говорит, так, Виколь, где у наши дети? Я говорю, так, Арина у нас находится сейчас там-то, ее нужно оттуда забрать и отвезти туда. Так, а Арсений находится, допустим, у моей мамы, его нужно забрать там и отвезти еще куда-то. То есть вот так вот он у нас уже развозил детей. То есть он по городу ездил, собирал детей от всех бабушек, дедушек и со всех секций. А я уже приезжала вечером на все готовенькое, уже вся семья в сборе. Мне очень хорошо так. Все меня встречают, обнимают, целуют. В общем, я как свадебный генерал на все готовое практически возвращаюсь. И никто никогда не жаловался на то, что мама проводит не так много времени, как дети хотели бы. Может быть, кто-то был против, что ты выбрала профессию журналиста и работаешь на телевидении, где вообще нет практически свободного времени, потому что телевидение это 24 на 7. Нужно быть всегда в строю и готовым поехать, потому что новости они не ждут. Ну, им не с чем сравнить, я имею в виду моих детей. И, конечно, они воспринимают это естественным образом, что вот мама приезжает там в девятом часу вечера ежедневно. Им это кажется нормальным. И как-то вот даже они не сопоставляли, допустим, у близкой подруги моей дочери, у нее мама до четырех работает. И, допустим, когда они там вместе в художку ходили, она их докидывала до художки, там как-то забирала. Ну, не знаю, как-то они это воспринимали как само собой разумеющееся, что вот одна мама до стальки-то работает, другая до стальки-то. Сын иногда предъявляет претензии, хотя с сыном я даже больше провожу времени, чем с дочерью. Та уже подросла и, в общем-то, не нуждается в таком количестве внимания с моей стороны. И то он умудряется иногда, да, сказать, что вот мам, ты могла бы с семьей-то и побольше времени проводить. А дети, они хотят пойти по стопам или все-таки у них другие сейчас интересы? Ну, с дочерью, в общем-то, мне самой крайне не хотелось бы, чтобы они пошли по моим стопам. И вот, к сожалению, они оба и гуманитарии, и я вижу в них задатки журналистов будущих, ну, надеюсь, там, не будущих журналистов, но задатки есть. И я понимаю, что вот из дочери бы отличный журналист и отличная бы ведущая получилась, но я сразу как-то ее нацеливала на то, что, так, Арина, все что угодно, ты вольна в выборе будущей профессии, только не журналистика. Только через мой труп. И она как-то, да, только через мой труп. И поэтому она как-то, ну, рассматривала другие варианты, ну, как бы дети же растут. И вот на одном этапе, когда училась в художественной школе, ей хотелось быть дизайнером, потом она поняла, что у них почти все девчонки в классе хотят быть дизайнерами, и как-то она сразу начала так, а ведь, наверное, если нас так будет много, мы будем не востребованы, как вот мы будем зарабатывать на жизнь. Сын тоже еще то так, то так. То они хотят быть адвокатами и сын и дочь, то там психологами, ну, это вот дочь. Ну, в общем, никак, они пока еще не определились. Пока Арина у нас только вот в волонтерстве и вот как куратор лагеря себя реализовывает. Ты работала и журналистом, да и сейчас продолжаешь снимать репортажи. И в кадре лицо канала, и редактор, то есть ты проверяешь, редактируешь тексты других журналистов. В каком амплуа тебе комфортнее, интереснее? Был период, когда мне хотелось работать в прямом эфире, когда этого не было. То есть сначала в кадре я оказалась, это была программа в записи, криминальная программа, и хотелось очень сильно поработать именно в прямом эфире, потому что это, ну, всегда присутствует элемент неожиданности. Причем вести новости мне никогда не хотелось, опять же, потому что это достаточно камерная программа, ты приходишь, ты, ну, наедине с камерой, а где-то там через стенку, через стекло еще три несчастных человека смотрят на тебя, твои коллеги. Мне хотелось именно вести программу с гостями. И для этого даже пришлось поменять телеканал, потому что, ну, меня позвали на другой телеканал, на определенный проект, где я понимала, что я буду с разными интересными людьми встречаться и беседовать с ними в прямом эфире. Я с удовольствием туда ушла и как бы не пожалела об этом. И вот это действительно, наверное, ну, самое интересное – это работать с гостями в прямом эфире. И всегда есть элемент неожиданности, мало ли что тебе ответит гость, как он себя поведет, может, он в обморок упадет во время прямого эфира. Нужно быть ко всему готовым. И поэтому получается, что ты как-то находишься в тонусе. И вот, ну, ведение эфира с гостями, по-моему, это самый интересный в журналистике жанр. Ну, а такие были случаи, когда кто-то упал в обморок, или выключился свет, или выключился звук? Что-то такое бывало? Ну, у нас, когда я работала, еще была такая телекомпания «Орен». Это мой первый опыт работы в прямом эфире с гостями. У нас там была программа «Свободное пространство». Ну, фактически мы были более-менее свободны. Там были, конечно, и заказные гости, те, которые вот хотели прорекламировать свои там товары и услуги, приходили. И в те дни, которые были свободны, я могла приглашать кого угодно. И как ни странно, в качестве вот коммерческого гостя к нам приходили, ну, что-то типа гипнотизеров каких-то. И вот мужчина там пришел, он, значит, на первой программе ходил по углем, по этим раскаленным, значит, углем, по битому стеклу. Ну, я как-то так говорю, ничего себе. А вот, допустим, я бы могла, как ведущая, ходить по стеклу или по углем. Он такой, ну, насчет углей, это, конечно, тяжелый случай, но вот по стеклу – да. А я, кстати, в следующий вторник опять к вам приду в эфир. Хотите, давайте мы сделаем, будете ходить по стеклу. В прямом эфире. Да, и мы вот в прямом эфире, он наколол, ну, заранее он там наколол осколки бутылок, то есть при нас прям принес в студию бутылки, наколол их там аккуратненько. Ну, он вводит там что-то вроде какого-то транса меня вел. И я ходила в прямом эфире по стеклу, причем режиссер программы очень переживала, потому что говорит, мало ли, как на тебя подействует гипноз. А может быть, ты будешь какие-то тайны рассказывать, а это же в прямом эфире. Ну, ты смелый человек, и мы знаем, потому что ты занимаешься спортом, поэтому, наверное, твой организм уже подготовлен ко всему. Расскажи немножко о своих увлечениях, поскольку и зимой, и летом мы постоянно наблюдаем в соцсетях твои фотографии с отдыха на лыжах, на сапах. Я так поняла, что уже ты тоже одолела этот вид спорта. Как проходят твои занятия спортом? Ну, конечно, это очень громко сказано, что я такой спортивный человек. А наоборот, я в детстве ходила всю жизнь в музыкалку, сначала на скрипке, потом на пианино. Спорт – это вообще не мое. Ну и плюс спорт – это же что-то, нацеленное на результат, на победы. Такого точно нет. Ну, просто в определенный период времени, в общем-то, первое, что появилось спортивного в моей жизни, это были горные лыжи. Это еще когда мы с мужем только поженились. Я говорю, я так мечтаю научиться кататься на горных лыжах. Он говорит, я тоже. Давай, значит, пойдем завтра и купим себе обмундирование, значит, все, и будем кататься на горных лыжах. Я говорю, ну, ты так считаешь, что это так просто? Ну, как вот мы сейчас купим это все дорогостоящее, все это оборудование? Будет оно потом лежать? Может, мы ни разу и не покатаемся? Я не умею. Говорю, ты умеешь? Он говорит, я не умею, но теоретически все знаю. Я говорю, это что значит теоретически все знаю? Давай, все, пошли в магазин. Ну, первая часть мне, конечно, понравилась, то, что мы пошли в магазин, шоппинг, все дела, все очень приятно. Купили ему комплект, мне комплект, лыжи, там, ботинки, крепления, костюмы. Приехали к нам, значит, на горнолыжный курорт. Я говорю, так, ну что, давай возьмем инструктора. Он говорит, а зачем инструктора? Ты что, ни разу фильм не видела о том, как катаются на горных лыжах? Я говорю, ну, фильм-то я видела, а при чем здесь я и фильм? Он говорит, ну, ты же, наверное, понимаешь физику и физиологию, как там нужно двигать телом. Я говорю, нет, не понимаю. Он говорит, ну, хорошо, я тебя научу. Я говорю, как научишь, если ты сам ни разу не катался на горных лыжах? Ну, я же фильмы видел, я понимаю прекрасно, как там нужно смещать положение тела. И вот так он меня научил действительно, как ни странно. Я говорю, сам, давай покажи мне, как ты сейчас съедешь. Он съехал. Ну, понятно, что это было не так эффектно, как, допустим, показывают в кино или как профессиональные спортсмены. Но он съехал, даже не упал. И он учил меня. Сначала мы там, конечно, с ним как коряги, но не падали. И потом как-то постепенно все равно это начинаешь чувствовать, как съезжать с горы. И вот так вот. Потом детей он учил наших. Они на лыжах катаются, на сноуборде катаются. На сноуборде мы с ним не катаемся. Он научил детей кататься на сноуборде. Надежный человек. Ну, да. А сапы? Первый раз я видела сапы еще на Кипре. Мы отдыхали. И там на территории отеля в аренду можно было взять сап. Но там же волны. И я так посмотрела там, думаю, как стоять можно на этих волнах на сапе. Ну, и как-то тогда мне показалось, что это какое-то искушное и вообще непонятное какое-то занятие. А вот когда начали все массово постить фото, я думаю, так, надо попробовать. Наверное, встать-то я не смогу, потому что все равно даже и река, все равно там какая-то рябь, течение. Ну, оказалось, ну, может быть, нам еще повезло. Мы поехали там на протоку в районе Гранного. Там так себе течение, ну, ничего особенного. Сначала так это сидит, там, как все на коленях. Потом нам инструктор говорит, ну, давайте вставайте. Мы так с опасением встали. Ну, оказывается, ничего там нормального. Допустим, вот йога, может, мне помогла, то, что равновесие держать. В общем, это несложно. Ну, и раз уж мы заговорили о йоге, как долго ты занимаешься йогой и как она помогает в жизни? Может быть, она меняет как-то мировоззрение? Ну, наверное, я еще не дошла до той йоги, которая меняет мировоззрение. Потому что, если честно, вот эти вот все направления, где там осознанность какая-то нужна, там, и перестраивать свой образ мыслей, там, и питание всего. О, господи, нет, у меня и так настолько голова забита по работе, что вот нет, вот мое тело, да, чтобы там не скрипело. Опять скрипит потертое седло. Чтобы, в общем, с возрастом скрип в эфире не был слышен. Я решила, что нужно как-то уже начать заниматься йогой. Ну, на самом деле, тоже у знакомой увидела фотографию. Она пошла заниматься йогой на полотнах, это аэро-йога. И она как-то там висела в какой-то неземной позе, как мне показалось. Потом я узнала, что эта поза называется голубь. И она очень простая в исполнении. Но почему-то вот на фотографиях выглядит очень эффектно. Я такая говорю, а где ты занимаешься? Она мне сказала адрес. Я пошла и думаю, господи, наверное, я там так опозорюсь. Сейчас вот как-нибудь согнусь и не разогнусь. Будут меня там все участники через коленку выпрямлять. Ну, в общем, оказалось, что это очень комфортно, очень классно. Шикарно вытягивает позвоночник. Там много асан головой вниз. Первые там 2-3 тренировки у всех обычно кружится голова. Потому что мы же не привыкли в таком положении находиться. Но это просто шикарно. Потому что каждый твой позвонок, ты чувствуешь, как он выпрямляется у тебя. Как бы полотно вытягивает твой позвонок. Все равно же у нас и голова давит. Там даже вот когда мы приходим, допустим, у нас тренер. Она иногда аэро-йогу ставит, иногда хатху. Хатха – это бесполотен, это просто на коврике. И у нас есть фанаты одного вида и фанаты другого. Но мы люди беспринципные, мы ходим на все. Мы просто так, Ань, сегодня какое занятие? Она говорит, я же вам расписание выкладывала, сегодня хатха. И те, кто фанат аэро-йоги, мы говорим, ну, мы пришли распрямить позвоночник. Ну, вон, полотна висят, пока мы тут не начали тренировку. Идите, повисите. То есть возникает какая-то действительно физическая зависимость от того, что вот хочется как-то вот спинку потянуть, вот все вот расправить. Это классно. Вот йога, вот особенно на полотнах, это реально очень классная штука. Но это как бы, ну, не спорт, это просто вот для поддержания физической формы. Вика, ты так интересно и много рассказываешь, но, к сожалению, наше время эфира, оно ограничено. И ты, как никто другой, это знаешь. Я думаю, что мы еще неоднократно пригласим Викторию Шаре в нашу студию и узнаем, как много интересного еще остается за кадром. Всего вам доброго. До свидания.